Привет, мои хорошие! Меня зовут Дарья, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, как из названия вы уже поняли, пойдет разговор о моих работах за октябрь. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, начну с того, что в октябре было создано мной немного работ. Вот, и также сразу скажу, что всеми своими работами и этапами их создания я делюсь в Инстаграме. Но, так как не все подписаны на меня в Инстаграме, раз такой запрос мне поступил, поэтому данное видео я и снимаю. Ну, и мне и самой будет интересно как-то все обобщить в одном видео, собрать и проанализировать, что же создала я за один месяц. В этом видео, конечно же, мельхнут еще работы с сентября, так как сентябрь и октябрь были такие немного расслабленные. Я съездила в отпуск, отдохнула. И только вот в ноябре я чувствую, что я наконец-то включила свой обычный ритм рабочий. И, конечно, в ноябре я постараюсь создать больше картин и больше видео для своего канала. Если говорить про канал, на канале за октябрь создано 5 видеоуроков. Вы можете все их просмотреть. Если кто смотрел, ставит лайк. И обязательно напишите об этом в комментариях. Итак, 5 видеоуроков. По разным материалам была и гуашь, и акварель, и пастель, и масло. Но вы должны понимать, что видеоуроки это не мое творчество. Я просто показываю, как можно новичку создать картину, а не показываю свои творческие способности и себя как художника. Здесь я именно показываю себя как педагога, а не как художника. Педагог здесь у меня на канале первое место занимает. Да, такое раздвоение личности получается. Если брать меня как педагога, так же у меня прошло 4 занятия по воскресным рисовашкам. Мы создавали 2 картины на 2 занятиях. У нас получилось 2 картины по маслу. Одна по гуаши, другая по пастели. И ученики успешно справились. Вообще, на воскресных рисовашках у меня с каждым разом больше и больше народу. Больше я вижу картин. И тот, который получается у учеников, меня это очень радует. Поэтому всем, кто ходит ко мне на воскресные рисовашки, вам лайк лично от меня и плюс 10 картины. Ну, это все, что связано с педагогикой. Далее идет пунктик работа под заказ. В этом месяце было немного заказов, портреты и шаржи. И все решили остаться инкогнито. И все заказчики попросили не афишировать и не показывать в соцсетях, ну и тем более в видео данные работы. Поэтому мы с вами это упустим и сразу перейдем к тем работам, которые создаю я. Если брать скетчбуки, артбуки, скажу честно, я их не веду. У меня не хватает терпения. Я сделаю одну-две зарисовки и про них забываю. Потому что как-то по старинке, если мне нужно сделать какую-то быструю зарисовку, либо идея какая-то пришла для будущей работы, я делаю, либо даже запись делаю от руки текстом, либо делаю по черкушке на каком-то листочке. То есть скетчбуки, именно артбуки продуманно я не веду. И планирую исправиться и все-таки вести скетчбук, так как у меня они есть. И периодически я в них зарисовки делаю и тоже делюсь ими в инстаграме. Если брать именно большие работы, которые создала я в октябре, я вам покажу картину масла. Натюрморт, он написан с натуры за три дня. На данную работу ушло более 12 часов, точно я вам не скажу, но написала я ее за три сеанса, то есть за три дня. Пишу я быстро работы, так как предметы натуры все-таки съедобны, и хотелось успеть не только их нарисовать, но и потом и скушать. Поэтому данные работы я пишу несколько дней, не больше трех дней, бывает два дня, бывает даже за один присест я могу создать работу с натурой. И такие работы я больше считаю этюдовые, так как они написаны практически в один слот. Вообще предыстория к этому натюрморту, то первая картина из этой серии, у меня целая серия таких натюрмортов, именно в такой цветовой гамме, именно с этим полотенцем, и там же мелькает разделочная доска. И вся эта атмосфера мне очень нравится. Первая работа, это вот такой небольшой этюдик, был на тему завтрака, и я ее написала, написала данный этюд где-то в марте, если судить по инстаграму, то это было 12 число, и забыла про данную тематику, вообще про данное настроение, про данную цветовую гамму, и в сентябре мне снова попалась эта работа моя на глаза, и я решила ее продолжить и создать целую серию натюрмортов. Следующий был натюрморт с дыней. Данный натюрморт уже побольше, сейчас я вам сделаю вставочку с ним, тоже очень мне он нравится, и сама вот эта гамма, и цвет дыни, и вот это полотенце, вообще данное настроение этих работ меня очень вдохновляло на тот период. После этого натюрморта я создала следующий с перчиками, тоже в сентябре, то есть вот эта дыня и следующие два натюрморта тоже созданы в сентябре, перед моим отпуском, в который я очень счастливо уехала. Следующий натюрморт с перчиками, он вот как раз находится сзади меня, то есть поближе я вам его тоже покажу, и он опять же раскрывает ту же цветовую гамму. Мне вообще хотелось показать яркость перцев на такой серо-бежевой гамме. Вообще серо-бежевый цвет это мой любимый цвет, и вся моя квартира такая серо-бежо-коричневая, и вот мне нравятся такие акценты на данном именно цвете, и такие работы меня вдохновляют. И в сентябре из этой серии также создан инжир, тоже сзади меня работа находится, это самая маленькая, то есть чуть больше, чем завтрак, но уже чуть меньше, чем остальные. Тоже захотелось мне именно изобразить инжир, в инстаграме уже писала, что он какой-то космический, разрезанный инжир мне вообще напоминает черную дыру, а сам инжир и звездное небо, Млечный путь, потому что в нем есть такое мерцание розовой нотки, светло-фиолетовой, сиреневой, даже мерцание звезд тоже в нем видно, поэтому сам инжир и в плане написания очень-очень мне понравился. И вот после того, как я создала эти три работы, вдохновившись мартовским завтраком, небольшим этюдом, я решила это все обобщить и сделать большую работу, и ее написать уже так же с натурой. Долго думала, что именно поставить постановку, меняла периодически, так как искала именно, как это все лучше скомпоновать, чтобы мне больше нравилось, и в итоге получился такой вот большой натюрморт. В будущем планирую еще какую-нибудь подобную серию создать, потому что вообще тема натюрмортов, она одна из моих любимых, и именно написать их с натуры мне очень нравится. После того, как я создала этот большой натюрморт, я перешла совершенно к другой теме, именно к лошадям, решила дополнить свою коллекцию лошадей, лошадей я очень люблю и в рисунке, то есть в графике, и в живописи, я решила именно в графике поработать и создала две работы с лошадьми. Тоже эти работы по времени достаточно большие, то есть я их создавала несколько дней. Изначально я создала в графике такую вот морду лошади, это фриз, и мне понравилась идея именно с заплетенными косами, конечно же я брала за основу фотографию, но немножко ее переделала именно в плане текстур, в плане волос расположения, да, идею взяла за основу, но очень ее так доработало, и вот в итоге то, что получилось, вы видите. Данная работа мне очень нравилась, потратила я на нее примерно 11 часов, может быть чуть больше, это формата 3. В этой работе я тестировала новую бумагу от Палаццо для графики и акрила, она такая немножко похожа на милованную, и на ней мне очень понравилось штриховать. Штрих ложится очень гладко, ровно, не топорщится, то есть долго можно не затачивать карандаш для того, чтобы штрих был четкой, тонкой линией. Поэтому данной бумагой я осталась довольна, и в итоге данной лошадью, данной головой лошадью тоже осталась довольна. Ну и в продолжение этой темы, в продолжение темы именно фриза, я создала следующую свою работу, уже пастелью. Пастель тоже относится к графике, но уже здесь присутствует цвет, и работа смотрится живее, интереснее и объемнее. Работа уже оформлена под стекло, поэтому я вам не могу показать работы без бликов, я оставлю, конечно же, фотографии, чтобы вы в целом увидели, что у меня в итоге получилось. Эти работы уже висят у меня на стене и радуют меня каждый день. Вообще, данными фризами я очень довольна, и в эту субботу у меня стартует курс по фризам, поэтому если вы хотите вместе со мной создать портрет фриза, ссылочку оставлю в описании под видео. Тот портрет немножко попроще, там нет такой гривы, нет именно таких кудрявых в оконах, которые очень долго нужно прорабатывать. На эту работу я потратила почти 9 часов, чуть больше 8. И в пастеле, конечно, работа идет быстрее, чем в графике лично на мой манер, но в целом за два занятия с учениками планирую на курсе создать портрет, именно так же детально его проработать и сделать акцент именно на текстуры шерсти, мордочки, ресничек, глазок, поэтому присоединяйтесь, если вам эта тема интересна. Повторюсь, ссылки в описании. И на этом буду заканчивать видео, показала вам все, что было создано за октябрь. Если вам понравилась тема видео, если вы хотите подобное видео видеть каждый месяц, то есть в следующем месяце увидеть видео про ноябрь, то обязательно поставьте лайк, напишите об этом в комментариях, чтобы я понимала, что данная тема интересна. Большое спасибо вам за просмотр, за то, что вы уделили время и потратили его на меня. Если вы тоже создавали работы в этом месяце, напишите в комментариях, что вы создали, сколько, рисовали ли вы по моим видеоурокам, либо вы рисовали сами. Ну и не забывайте, что вы можете все мои работы еще раз просмотреть в Инстаграме, ВКонтакте, везде подписывайтесь, будем общаться и делиться результатом. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока!